Мы приехали в Агру. Агра основана в 15 веке. В 1526 году город захватил Бабур. С 1528 по 1658 годы Агра была столицей империи великих моголов. В 1803 году город был захватен англичанами. Об Агре упомянул в своем рассказе «Знак четырех» создатель Шерлока Холмса Артур Конандой. Первым делом мы отправились в наиболее знаменитое сооружение города в заре Тадж-Махал, раскинувшееся на берегу реки Ему. Это мы стоим в очереди в южный ворот. Мавзолей Тадж-Махал был построен по приказу императора великих моголов Хшах-Гахана в память о горячо любимой жене Мунтас-Махал. В 1629 году, родив на свет 14-го ребенка, она умерла. Строительство велось с 1631 по 1653 годы. Высота Мавзолея вместе с главным куполом составляет 74 метра. Вокруг по углам находятся четыре минареты. Они слегка наклонены в сторону от усыпальницы для того, чтобы в случае разрушения не победить. С левой стороны от усыпальницы находится мечеть из Красного Песчаника. Справа точная копия мечети. Весь комплекс имеет осевую симметрию. Усыпальница имеет центральную симметрию относительно гробницы Мунтас-Махал. Единственным нарушением этой симметрии является гробница Шах-Гахана, которую там соорудили после его смерти. Над сооружением здания работало более 20 тысяч человек, набранных по всей Индии и Центральной Азии. Главным архитектором был Исаак Хан, прибывший из иранского города Шираза. А европейские мастера украсили фасад здания. Усыпальница выстроена из мрамора. Его надо было доставлять на место из каменоломни за 300 километров. Шаха планировал продолжить строительство, мечтая возвести по другую сторону реки двойник белоснежного тадж-махала Мунтас-Махал из черного мрамора, который стал бы его собственным надгробным памятником. Но Джихан был свергнут своим сыном и остаток жизни провел в одиночестве, заключенной в форте Агро. Оттуда Джихану была видна усыпальница его жены. После смерти Шах был похоронен рядом со своей женой. Когда-то двери в тадж-махал были из серебра. Внутри находился парапет из золота, а усыпанная жемчугом ткань лежала на гробнице царицы, восстановленной на самом месте ее сожжения. Воры похитили эти драгоценные предметы и неоднократно пытались выбить драгоценные камни в станции. Снимать на видеокамеру в тадж-махале категорически запрещено. Но нам удалось это сделать. В 1983 году тадж-махал стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был назван «жемчужиной мусульманского искусства в Индии», одним из общепризнанных шедевров наследия, которым восхищаются во всем мире. Тадж-махал также фигурирует в нескольких списках, как одно из семи чудес света в современном мире. Мы были настолько заворожены красотой этого символа вечной любви, что не успели посетить другие достопримечательности Агры. 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 Это наш номер в отеле «31 Model Town». Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно.